Сесть за штурвал самолета и покорить небо. Об этом курсанты Актюбинского института сил воздушной обороны мечтали еще с детства. За 40 лет своего существования учебное заведение выпустило больше 5000 специалистов летного и инженерного дела. Сегодня это один из самых престижных военных вузов Казахстана. Лейла Уесова выясняла, почему для них все же первым делом самолеты. Жангирхан Меркибаев родом из Алматы учится на третьем курсе инженерного факультета. Его профессия связана с эксплуатацией авиационного оборудования. В будущем инженер будет отвечать за безопасность полетов. Мечта была с детства – любовь к небу. Мой отец, он сам военный человек, и тем самым я связав авиацию с военными, то есть я выбрал военную специальность авиации. Хотел бы поздравить всех с Днём Защитника Отечества, пожелать всем крепкого здоровья, чистого неба, стремительных взлетов и мягкой посадки. 40 лет назад здесь готовили пилотов для гражданской авиации. Теперь обучают военных летчиков. Главные требования к абитуриентам – отменное здоровье и хорошая успеваемость. Сейчас в ВИСВО учатся 500 курсантов. Материально-техническая база укрепляется. Пополняется и парк авиатехники. Это самолеты Л-39 и вертолеты Ми-8. Последние летают со скоростью 910 км в час и перевозят грузы весом больше тонны. Два аэродрома у нас – аэропорт города Ктебе и полиоордром поселка Клебодаровка. Выполняют учебные полеты днём и ночью. Армейская авиация, фольтовая авиация, военно-транспортная авиация. То есть аэродромы работают, курсанты летают. Военный вуз сегодня готовит кадры по 10 специальностям. В числе новых профессий – управление беспилотниками и военная медицина. Выпускники ВИСВО несут службу не только в военно-воздушных силах страны, но и в правоохранительных органах, пограничных войсках и в министерстве по ЧАЭС. Кроме того, в рамках договора о коллективной безопасности здесь получают образование граждане иностранных государств.